ляп то поди бодай ну что господа как всегда начинается я уже весь мокрый значит началось очередное мое путешествие которое три раза пытался отчалить вот сегодня третий или четвертый раз все-таки третий раз я то у меня рюкзак порвется то я не в духе зуб заболит первый раз зуб заболел потом рюкзак порвался вот позавчера пришлось рюкзак ремонтировать новый потому что он не выдержал всего что у него было уложено уложено на неделю поход это вот еще все навесное так сказать спина уже болит грустно конечно что такой бардак и что мир катятся в тартарары вместо того чтобы дыхать его жизнь и вкус народ занимается убийством сатанисты они такие но мы о хорошем сегодня 15 марта едем останавливать если удастся может до места силы дойду правда обратно там выбираться очень долго останавливать безумие короче а пока к поезду к зубам все надо добраться до вагона чтоб посадили в вагон билет куплен электронно поэтому могут быть проблемы мало ли чего с электронным совсем это только часть груза рюкзак тамбуре амурские дачи да снег такой ненужный совсем береза загнула дугой и другие кусты ледяной дождь или чем поломанный дождь он че творится какой густой снег идет это станция эльбан сейчас мы поедем уже только что прошли раскрою военную тайну 3 камаза тентованных ну явно с это с артиллерийских складов пошли в сторону наверно комсомольской аэродром короче скорее всего повезли то что тут хранится самолетные боеприпасы к пушкам гэша 23 долго и ждал погоду дождался на солнце вроде видно хоть как-то можно будет ориентироваться без компаса стоит пожалеть что лопату не взял станция мингон для поселок можно сказать а ты сильно то дачу на мингон не доехали вот они склады значит в снегах не видел таких еще огромных это все там уже он тянет с озера двенадцать ноль ноль великий комбинатор андрюха в 1159 сцепил на эту грешную землю разъезд номер 18 уезжают мои вагоны какой большой поезд на удивление а он почтовый прикрепили ухты а мне надо на ту сторону а как же я перейду тут товарняк мешает сейчас пойду его обходить вон там стоит тепловоз мне надо выйти на дорогу выхожу один я на дорогу снежок валит в общем все как всегда ну и вот с этой платформы если повезет все будет такие надо будет садиться ну как видно что она это не попадает но тем не менее все по копехам двигаем пугаем собак местных вот этот поезд едет в комсомольске но я вот пока тут чесался с настройкой телефона пароль водил в общем я хочу сказать тяжело началось я уже час лишним ползаю час 15 примерно даже больше час три ну час три с как приехал несчастных полтора километра дошел до речки может меньше даже и по ней пройти не могу вон уже разводят там вода трещины короче даже налегке соваться страшно не говоря с грузом сейчас нашел две бурановских трассы пошел по ней но основная река вот это вот боковая протока нахер не нужная ну там бурановская трасса можно наверх выйти но я чувствую сегодня я буду тут где-то ночевать в общем легкого штурма не получилось снег сырой и при этом глубокий лыжи ни разу не туристические носки тупые проваливаешься с грузом вообще невозможно идти потому что у меня вот мешается сидушка конечно ее приторочить не к чему она мне никак не входит это я сейчас налегке сбегал сумочку взял поисследовал много набрал груза фон что творится пригреет и ухнешь вниз мороз конечно хорошо будет стоять в целом конечно напряжно в разводе паргию там он вообще здоровая трещина прям поперек я попытался по тем берегом обойти бесполезно на широкой их несколько глубины не знаю мерить не хочется ну и надо искать место короче для бивака здраво не какой-то пожар был прям выгоревшие острова тоже в принципе чё природа есть более-менее цивилизация домики разбросаны там там здесь вот лодки тут где-то я прошел а вон там закопанный старый разбитый тут кусок автодороги какой в общем на местную экскурсию даже тут можно два дня ходить ни хера нет чего-то проехала какое-то транспортное средство нового помчалось по дороге туда ну то что рыбачат вот стоят 6 пробита лунки как бы все равно кто-то рыбачит свет есть от бурана он там стук раздается дрова колет руки трясутся двух километров нет ну затрахался я нет слов короче за полтора часа может даже за 20 уже около двух сейчас должны рука воду в общем за два часа я прошел два километра но в силу того что раза три уже сходил вот через реку первый раз на разведку второй раз за этим обратно и третий раз сюда опять он это хабаровский дед уже порожняк из-под угля ну и дальше попрет на тынду видим все сейчас я надеваюсь в теплую обувь и думаю насчет бивака жрать захотелось хотя и покушал свистит мне ну я мокрый благо пенка вон спасает ну надо приготовиться потому что что ветер усиливается вот тут родила спинка не знаю копать ее не копать я хотел там стать но там сильно дует и опять же ездят бураны сейчас вот здесь вот вырую наверно мест и дров поближе тут что-то с травами совсем херово это гнилые и горелый не ожидал что так плохо бы тополя в основном но елки вырубили когда дорогу строили стениц дубов тоже нет он такой ладно я его весь провожать не буду иначе я не обусь мне надо быстренько обуться в теплое переобуться не холодно конечно даже он тает но все равно противно быть мокрым надо как говорится не терять энергию выработанную мало лишь в общем перетяжеленное много снаряги конечно ну нельзя не брать топор прочее прочее хотя можно было конечно плюнуть взять поменьше топорик но я не стал рисковать придется наверно на легке разведывать километров 8 10 пробежать на легке посмотреть что там с речки и вак не снимать наверное либо в два прихода завтра но это долго будет конечно херачить завтра в одну сторону обратно я пойду легче будет все равно меньше груза но были в ту сторону в два вот так вот таскать слишком тяжко а уже переупаковывать по-другому тоже не хочется все он прошел в общем вот не сгрузился вот от этой штучки продал тропинку сюда наверх ложбинку он там домики видны на том ветер он задувает на этом ложбинку прикроет и я в раздумье как вешать гамак ну скорее всего так вот наискось между вон той палкой это или может вот так но придется его блин прикрывать тентом самое херово его тентом нормально не прикроешь потому что у меня вот мангал стоит в качестве отопительной системы хотя палатка вроде как лучше но если я скипячу воды 8 литров то можно попробовать палатку ставить но без лопаты я задолбался копать то есть это я вот куском вот этим вот лопату я не смог взять по причине нехватки места вот этим куском вот отскребал ногами сейчас вот может у меня будет куски картона тогда придется оставлять тут мангал то есть я не смогу туда дальше потащить куда я хотел в принципе ладно оказалось все несколько сложнее чем как говорится думалось в итоге план меняется это будем точку использовать как базу с нее работать пытаться чё-то закинуть но рвок 15 километров туда и обратно это конечно много 30 за сутки это вообще в притирку при наличии опять же видимости хорошей погоды потому что постоянно братья азимут ориентир плутать тут места мерелки вот такие вот и неудобно в общем телефон плохо видно карту отсвечивать надо затенять постоянно вечная проблема короче но юрич не сдается и лишь полон оптимизма при этом все зараза он тает я уже тут завязал отвязал брюки чтоб не пропадала в ботинке это снежная крошка она легкая сыпучая как раз бы моя лопата пригодилась под нее ну вы был сердце как говорится уже не выдерживала сейчас вот маргал собираем зажигаем огонек чуть-чуть может протопит определяю себя по ветру как дует и уже располагаю палатку конечно тоже не обдуваемому по-хорошему его туда куда-то надо ставить ну туда копать я задолблюсь если выкопаю так то выкопу не выкопаю бог с ней 1525 зарядил я огонек конечно по-хорошему часа в четыре надо искать было бивак но я уже все у меня уже поясницу ломит блин намахался вот без лопаты короче он снегу по пояс это я его таптываю поэтому не такой глубокий но туда еще можно если он начнет подтаивать сантиметров на 20 все может проводиться короче на лыжах только отсюда кататься и налегке солнце пробивается ну не понять заряды то ветер дунет до затихает я так думаю всю ночь будет сквозить сейчас пока прикидываю возможности просто протоплю хочу вытопить полянку такую чтоб можно было туда его сместить там еще от грибу перенесу потом повесится надо доставать по-хорошему темп прикрывать но для этого надо жердей напилить как ни странно в тайге нет жерде все кривое либо трухлявая вот конечно удивило в этом плане даже на острове намного лучше ситуации и как ни странно вот сижу на месте начали замерзать ноги ну потому что делаю стоячая работа далеко никуда не хожу он творится углей нормальных нету все полки тонкие жар такой неплохой конечно я чаще в термосе остался плюс есть горелка это так чисто для тепла березу тут вообще не вижу удивительно блин нет даже береза вон там вроде как нет это береза сейчас ножовку достал попробую побродить ну конечно бродить тут с таким снегом просто нереально ну пока мотаем на усы вот сухих палок даже мало он и все высоко где-то зато поезда исправно ходят каждые 10-15 минутку несется экспресс ухты и платформы похоже опять технику повезут на войну наверно точно платформу на базу хранения он что творится это на старт на байме там недалеко от комсомольска есть вот такие вот войнушка чувствуется несколько контейнеров так и до того но сейчас ночной будет в 2 часа ночи поезд дневной прошел уже в час 30 теперь в 2.30 до комсомольска и вечерний будет тоже в районе 12 с копейками до в районе часу ночь в хабаровск я 1654 по моему время ну то есть уже полтора часа до аж нас 34 два часа короче до заката может чуть меньше час 50 лет но я вот что-то расслабился радикулит что-то прихватил дров мало надо раза в три больше потому что если сидеть у камина он выгорает махом дрова дерьмовые то есть не береза вот сейчас или взять лыжи пробежаться поискать где-то нормальные дрова то и взять лыжи взять пилу и пробежаться взять веревку чтобы их не волочь ну а пока я вот топлю снег на горелке не охота мне ее коптить не охота потенок доставать пока как бы до ядров особо нет то есть такой объем я больше не растопишь камин конечно самый маленький соответственно самый дерьмо жар дает думал что она будет работать он расплавилась прогнулась это вот нормально пытаюсь просушиться ноги мокрые ужасно просто мокрые ну 3-4 градуса сейчас даже снег такой с дождем она вкладывает пытает не понять то то что она черная соответственно нагревается очки пока снял я в них так особо не ходил за дровами но все равно глаза беречь надо надо еще вот спилить торчащие что в глазах ночи не ткнулись палки я пока все не решил с навесом как я его сделаю на все таки вот так по ветру придется какой-то пол сюда делать три метра как-никак прикрывать а тут у меня веревка 10 метров я вполне натяну камин сдвинуть чуть-чуть вперед потом и будет в принципе прикрою снегом при прикидаю чтоб не дуло будет более-менее ну надо дров набрать в общем это ночь теплое обещает можно без палатки попробовать а там вида вот следующая ночь я честно говоря думаю как это пойдет да как самочувствие будет пусть может завтра все конечно сворачивать не хочется хочется завтра походить ну на ночной поезд тоже приятного мало посмотрим самочувствие то есть так я планировал три дня минимум но вот погода ну и конечно тайга удивила то есть тайга одно название гарь он они торчат пенечки деревьев нет на лыжах конечно эти кайфово налегке без груза или с маленькой сумочкой даже слегка разгруженным рюкзаком хорошо разгружен килограмм на 15 можно идти ну блин с нагружены да по такому большому снегу до без лыжни даже под наклон страшно ехать ноги не держат просто а вот он закипел завариваю чаю в термос хоккей вот такие вот дела с вами юрис дальний восток хабаровский край он гремит где-то тепловоз километров за 30 еще и вдруг вопреки всем прогнозам неожиданно как-то бывает кончился снегопад уже с полчаса и яркая вечерняя но тем не менее жаркое солнце вот он обалдеть последний час я отхожу сейчас с пилой собираем где поближе дрова потому что там во первых их мало во вторых настолько много снега что караул и он уже посушился сделал вот такие вот себе обвязки ну конечно надо было фирменный до колена но у меня их просто нет чтобы не попадал снег вода носки уже посушить успел ну зато сидел кайфовал пил чай бутерброды в общем печеньки шоколадом в общем наслаждался он кайф просто невомерный степени прихватывающая спина от перегрузки ту но я думаю может завтра разойдется вообще полный к сейчас бы конечно вечерком в баньку но вы никакого зимовья нет пока еще энергия прям прет хочется аж прыгать кричать на все о какой собаки гавкает испугал всех собак пришлось андрею юрьевичу по пояс снегу забраться на склон там нашел хорошую бревнину не сильно здорово но уже можно даже топором ее почти крыжить и солнце вот 18 20 вот такое солнце еще у нас минут 50 где-то не 20 30 полчаса еще где-то хотя высоко он дело идет 22 что-то я смотрел восход закат может правда в 19 копейками уже дышу тяжело потому что это уже 2 охотка вон там воткнуты не густо конечно шикарный костер не сделаешь ну камин мой топить можно и в принципе если приспичит можно и разжечь из чурбаков больно далеко ходить вот даже хорошее бревно лежит но без бензопилы не возьмешь его там тоже засыпал я с него корни срезал у меня хватает час жара вообще без рукавиц рабочие перчатки кайфую в общем а там тоже вот гарь и главное перестал этот ветер поганый который вот доставал шел куда-то вверх шумит где-то вверху там внизу штиль лепота белая не безмолвие радостная потому что гавкают там собаки гремят поезда но все равно загадочное пространство пойду сейчас чай пить еще снегом отоплю термосе у меня там чуть-чуть есть но он остывает быстро кипяточек растоплю сейчас и начну повешу тент и просто как тент с гамаком повешу начну это кашеварики все остальное интересный момент вот у людей стоит сетка вот шнур прорублена под сетку полоса вон 2 ну и она не одна тут их тут штуки 4 точно во второй протоке не знаю когда они проявляют я кстати иду по трассе бурана то есть ходил буран с прицепом санями поэтому я вот не проваливаюсь только от того что она накатанный нас гоняли вот по насту кстати это сейчас низком присыпала сегодня вчера запас я считаю достаточный дров а уходящее солнце 1854 правильно я сказал 1850 с копейками уже поправка на то что он вот она передает привет из-за гор гор не видно к сожалению я в низкой точке закрыт лесом но если такая погода будет допустим завтра я надеюсь выйду на лыжах хотя бы горы с фото и потому что я от бинокль думал брать не брать и не взял потому что снежная погода по прогнозу было ну и плюс подумал что не факт что я их увижу вот он уходит я сейчас навес буду делать и прочее прочее спина конечно побаливает что-то я переусердствовал на 10 килограмм меньше надо таскать во всяком случае не на лыжах точно что напряженный не расслабленный боязнь получить травму короче соответственно но зато вот дотащина все конечно санки по хорошему кто бы знал что дорога бураном наезженные это все эмпирически потому что вот как там я пошел по колено и по пояс глубина казалось бы вот ананас и блюдо вот ананас вот она высокая вот за деревьями он она идет зато весел наслаждение полный штаны гармония никаких войн никакого абсурда никаких идиотов вокруг необычное место вот мне попутчик очень интересный попался дал полный расклад вышел за две станции домой крайне интересное не простое но не зря тут пирамиды куда дальше на хребте собственно к ним я хотел сходить но они такие они не всех пускают смотрят на людей 19 38 как у типичного раздолбая который смотрел на звезды вот смотрите какая звезда обалденная смотрел на луну наслаждался угольками в камине так вот сейчас вот она ориентир нашим солдатам изменчивый но тем не менее вот она видите как меняет цветопередачи сейчас 11 ну и тут у меня лампочка 5 ватт вообще 10 ватт но я одну убрал пока 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 еще подсветка если мне надо сейчас натянуть трос для гамака я вот это все просохатил надо было это все срочно делать ну андрюха как говорится весь выпал в осадок хотя вот мерзнут ноги но проблема в том что перенос будет очага поэтому мне искры не нужны сначала вешаем гамак потом уже тент потому что гамак определяет ну и плюс у меня раскладывается мост то есть это у меня одна секция в четыре раза сложены там еще шерсть их кусок не все это будет в ночных условиях делаться ну не в ночных конечно но вечер такой еще есть фонарик но я пока грею батарейки потому что что-то я с фонариком тоже заморозил батарейки не хочется ресурс их расходовать сейчас подогре ну и собственно пока не нужен потому что у него фокус такой яркий а мне нужен рассеянный луч но еще есть одна лампочка старая плоская но это вот получше как бы помощнее за полтора часа ну может чуть меньше час небольшим потому что я тут еще чай кипятил растапливал вот бивак преобразился передвинул по ветру изменившемуся и соответственно по направлению то есть направление от одного дерева вот вот туда вот дерево ну сейчас фонарь налобный включу может еще сниму сейчас надо постелить пенку под низ чтоб от земли не отшибало и начать сушить ноги блин ботинки потому что вот это вот то что на них конечно это жесть можно конечно веревку взять подтянуть вон ту вон часть потому что провисает вот это вот часть в ногах и как бы я низко достаточно нагрева нет то есть мысль было что будет чуть выше этой самой и подогревать будет еще вот так он греет боковым только ягодицу короче одну а так будет грела 2 плюс боковой еще и веревка повыше было бы то есть капрон все таки боязнь пережечь ну конечно когда угли будут уже такого пламени будет это сейчас просто я подтопить хочу немножко чтоб снег там сошел такой же жестокое пламя такое делать не буду конечно это так обнова были вон она летит если было отбойник небольшой сделать стальной ну просто материала не было то есть такую как от печки чтоб она грелась но искры отбивала именно да мы это тупим в режим топления ну теплообменник по сути ну в принципе комфортно так вот расслаблена гамак есть гамак что-то вот смотри лямка вроде перекручена но надо ее подтянуть это сантиметров на 20 поднять потому что все-таки это слишком близко снег расстояние 20 сантиметров может и 15 от снега никами в общем угреет затоха шикарно то есть все можно сушить вот эту дрянь уже застыли брюки эти брюки можно будет снять надеть другие для спания другой комплект для сегодняшней ночи думаю 5 градусов вполне ноги конечно мокрые самый проблемный момент все такие вот прям ухов что влага попала туда даже под просто ботинках и это вот этот вот снег чуть-чуть он вроде зажимал он все равно по чуть-чуть просачивается и соответственно он это сколько уже я отрывать не буду ничего в принципе ну и сейчас еще тентик прикрою то есть что тентик на меня отбивал тоже тепло и будет с другой стороны но его надо так что по не зацепила искрами и от ветра решит он меня единственный вот ковш тут прямо надо мной вообще короче куча созвездий бинокль можно было взять смотреть созвездия карабин не знаю надо боб посерьезнее все таки но я что-то так не подумал карабина с лодки снял но они у меня для другого будет сейчас вот смотрю килограмм на 240 надо было взять карабин и они на 150 как эти ну вот такой вот вот как я уже говорил 22 на 20 отверстия можно было и третье сделать я уже смотрю чтоб зала выходил то есть он не совсем мангала поддувала к купечке у что этих недостаточно когда ветер конечно не очень но вот умеренную погоду тягу такую равномерную создает то есть протягивает уходит туда и зала лишь не выходит по что эти отверстия маленькие сильно она получается неравномерно его даже видно его коробить перестала то есть он равномерно прогревается не коробит его ну вот уже вот толстые чурки которые собственно будут топливом основным это так ты их напилил на том берегу практически бревно принес несколько бревен два бревна вот вот такой вот короче ну а здесь все ждет завтрашнего дня лениво чуток часок полежать хочется спина болит надо пенку еще сейчас постелить попробовать как с пенкой может конечно не надо будет подтягивать если с пенкой будет так близковато конечно к этому самому не хочется мне загореться мне когда качается с ими не лето поэтому так я не могу разобраться где у него спина где это самое почему он так и странно всегда почему-то не угадываешь где он еще не спина где голова вот поджопа сейчас пенка вот она не видно ничего да вижу просто на маленькой на сидушечной пенки уже комфортно если положить на такую вообще будет хорошо ну и плюс плоская у меня которая для палатки дну можно тоже и под ноги отсюда зафигачить у нас затем конечно жалко но у меня там полиэтилен есть потом тащите и зачуханным принципе в планах был ее тут оставить перегревается уже он муж ой сухой этот уже даже это самое напряг несколько печку раздаются всякие звуки от счастья врём но правда жизнь так срочно ноги сушить сырыми ногами нельзя сейчас подтянем еще чуть-чуть и сушить ноги 12 минут нового дня 16 я вместо чтобы спать болен борюсь вот сушу ботинки потому что промокли они просто дикого час уже шнурки сухие в общем довел до более-менее стельки просушил язычки высохли вот этот почему-то стилька а этот язычок еще сухой разложил вот шею ну для ног четыре раза менял носки два раза по два раза короче все мокрое то есть забивается снегом просто все снег сырой короче вот что значит много снега чуть проваливаешься все мы когда ноги мокры уже совсем хреново ноги мокрые это уже как будто я на речке блин я в принципе на речке только не летом зимой даже не знаю что посоветовать да наверно сапоги все таки вот по дну тоже умерен умерен удобства конечно сапогах никакого надо вроде как поесть и ложится спать запихнуть их куда-нибудь в пакет может чтобы они не набирали ничего себе пакет есть полиэтиленовый здоров из-под пенки можно туда запихнуть вот дым пошел на меня гиблое место какое-то вчера ходил и не заметил прям смотрел искал дрова вот я не помню нашел я тут что-то нет вот следы это сегодня пошел они уже заметены торчат дрым пойду посмотрю чё за пшова замерзла замерзла напрочь тут ее муж сожрал поймал может подстрелили хотя он все целое никто и не жрал тут я заряжаю параллельно телефон переночевал что-то под утро хрената какая-то началась просто мертвая может даже упала может вдруг не знаю вот кстати скидки кто-то бегал ой бляха я не дойду до них там уже уже по коленам только вчера я сушил за бодался сушить блин ботинки высушил их полностью ну фига на как этот самый здоровая кстати он какие счета не понять кто их грохнул или замерзла на русский постребида хотя следов нет под сидела на дереве а он она мерзла что ли в этот самый рыбу воровал бедолага гиблое место короче можно перо выдергнуть перья красиво ладно твердая как ледышка были когти сцеплены а здоровый фильм это не сова это фильм целый вот такие вот гиблое места короче настроение вообще пропал погоды нет какой-то ветер начался утром не сорвало тент чуть костер не сдуло благо я не спал заднюю часть выше было все растяжки кроме тех на гвоздях да плохой знак совы мертвые ну ладно я вот специально вернуться за камерой чтоб снять пошел по совсем другим делом и на тебе солнце опять нет ночью начала портиться часа в три луна пропала дымка снежок посыпал вроде так спать пытался ни хрена не выспал часть как полтора-два утром лежал бесполезно до восьми с копейкой кофе попил легать греться переоделся вот весь полу мокрый сейчас тут высушил можно одеться именно брык ведь у меня вообще брык выкинуть собирался странно погода вообще что-то на дня на два по холода не обещают чувствуется прохладно хотя конечно градусов 5 ладно идем бивак сворачивать надо тэнс снять вот за этим я сюда ехал виза не словно нахлебавший начинается шторм какой-то появились горы снегу но это дальние горы ближние вот здесь должны это со стороны комсомольск все оттуда мой поезд пойдет надо затащить сейчас наверх с больной спиной еще полчаса мне не знаю записался сюжет с горами 50 минут ждать поезда устал задолбался короче лыжня утонула тут ездит вообще не понять следы снегоходов кто хочет по баму покататься вот к вашим услугам видите с лестницами но если серьезно конечно до поезда мне еще 45 минут перегон однопутные поэтому вот встречные пропускают график такой да вот порожняк на нефтезавод псков березки октябрьской широка страна моя родная кириши октябрьской откуда-то с москвы цистерны короче петроградская набережная не больше не меньше собственником ведь как мир устроен он тебя заберет бригаду протилактически тут что-то не делали они не забирают не останавливать это может берет я спрашиваю так как вы сюда попали короче работники вокзала нет только для своих так что тут летом сожрут комары сразу на станции без вопрос с потрохами сюда поехать летом это надо иметь тент сразу чтобы ждать устанавливаешь и ждешь поезд или большую лопату чтобы убивать сразу комаров все черный юмор сбербанк лизинг видите чем сбербанк занимается на ваши деньги трилюет лес и прочие парень он где-то еще вон транс лес сбербанк лизинг москва каланчевская грех такой парень короче в рот не клади вот для леса бесконечный состав платформы не влезает просто даже на станцию поэтому идет сплошняков он тот влезает этот нет крупнотоннажные контейнеры ну сейчас ржд сейчас всем как говорится объявили дюкель никаких крупнотоннажных контейнеров могли меня взять но я продует нахрен сдует тут холодина сейчас я вместо в крупнотоннажного в принципе пошел бы ну тут дырки у них они сквозные короче опасно она не сплошная платформа чисто рама москва вот его попал семеновская площадь это тоже наверно за лесом если не уголек то это за лесом уголек то никто не будет сзади цеплять он ползет чё встал неужели все-таки встал неужели он в лес на станцию хотя может расширяли тут и не знаю а все равно им некуда ехать тут два пути что в ту что в ту сейчас уже никого пропустить он никого не может и солнце выглянуло какая была погода поганая с утра и тут солнце сижу сейчас просто изнываю от жары с утра никакого шквала никаких ветра с утра было не понять чё штурмовой ветер короче погода вообще как на море изучать и изучать в общем ну вот звоночки опять прошел караул смотрю вагон плацкартный похоже воинский эшелон вот оно и победы тень победы двое значит и этот самый офицер еще прошел ли прапор ну и в новой форме в этой не увидишь вагоны пассажирские ну на штрафмат не похоже да на зака которых перевозят куда-то их вообще-то отсюда они сами едут похоже он ходит видно плохо все кубышки складные нз пооткрывали кончились уже лошади танки анти мировской дивизии